Ну и еще раз проверим наличие и достаточно важного в зоне витаминов группы В, которые отвечают за умение долго концентрироваться. Сейчас вы тоже все по себе узнаете. Почему мы решили, что сегодня у нас будет не только тема wellness, но и тема ухода за лицом? Ну, во-первых, как вы понимаете, это фокусные категории компании. Это фокусные направления выбран для компании на долгие-долгие годы. И фокусные они именно потому, что они актуальны, наверное, для каждого человека. И мы сегодня говорим о внутреннем и говорим о внешнем. Говорим о фигуре, говорим о лице. И даже проводились такие интересные циоматические исследования, что мужчинам больше нравится в женщинах. Какой процент мужчин предпочитают красивую фигуру, ущерб лицу. И какие предпочитают красивое лицо и не обращают внимания на фигуру. Как вы думаете, как много мужчин предпочитают фигуру? Меньше. Абсолютно верно. Абсолютно верно. 60% предпочитают лицо. Ну, как бы для них это перестепенно и особенно важно. И еще 40% выбирают фигуру. Там уже когда запчасти, кто-то ноги, кто-то грудь, кто-то попу и так далее. Но разделение такое, что лицо это все-таки очень важная для нас часть тела. И именно о нем мы сейчас с вами поговорим. Потому что абсолютно верно, да, я сказала, мы сейчас с вами живем дольше, чем жили люди еще 100 лет назад. Примерно на 3-35 лет мы живем дольше. И мы сохраняем дольше активность. И мы с вами понимаем, насколько важно при этом еще и хорошо выглядеть. Это важно для того, чтобы люди воспринимали нас. Это важно для нас, как для бизнесменов, потому что мы с вами, нам весело заниматься красивым бизнесом, косметической компанией, где лицо это наша 10-я карточка. Потому что если у нас будут проблемы серьезно с лицом, то люди не будут нам верить. Как не верят люди, вызов парикмахерам, да, или парикмахерам, у которых три бира на голове, да, термонологам с плохой кожей очень сложно верить. Если сам ты не можешь повлиять на то, чем ты занимаешься, что является твоей основной задачей профессиональной деятельности, конечно же, доверие от этого очень сильно снижается. Поэтому, когда мы с вами говорим о wellness, говорим о no-page, это стимулирует нас обуздать свой аппетит, да, как говорила Дарья, и сказать, хватит даже самым вкусным вещам достаточно. И это стимулирует нас регулярно, постоянно ухаживать за кожей. И сегодня я хочу, чтобы мы с вами ответили на три вопроса в этой части нашей встречи. Первый вопрос, да, это кожа, что с ней происходит, да, что же происходит с кожей. Второй вопрос, это что, как мы можем противостоять старению, да, то есть что мы можем и что можем косметика. И третий вопрос, почему Алифлей, да, почему ухаживать за кожей мы предлагаем средствами и сериями именно нашей компании. Итак, почему, так, что происходит с кожей, почему она стареет, что мы можем сделать и что может косметика, и почему конкретно мы выбираем компанию Алифлей. Давайте начнем со строения кожи, такие общепознавательные знания, которые пригодятся нам, поскольку мы работаем с продукцией, которая наносится посредственно на кожу. Итак, так же, как мы долго приучали себя понимать, что арбуз это ягода, так же иногда нам сложно понять, что кожа это орган. Но это, это орган, это самый крупный орган, потому что тупоплощадь занимает порядка двух квадратных метров, и по весу это примерно 15% от массы нашего тела. То есть где-то 60-килограммовая женщина, то есть на кожу будет приходиться порядка 8-9 килограмм. То есть достаточно еще и такой крупный, тяжелый и очень важный. Ну, то есть если глобально представить себе образом, то это, наверное, скафандр. То, что нас, как жители этой планеты, защищают прежде всего от агрессии окружающей среды. То есть основная функция кожи, она защитная. Вот эти вот мелкие картинки, это функции, которые выполняет наша кожа. Еще очень интересный и важный факт, что это второй орган, всего два органа в нашем организме, которые могут регенерировать и исцеляться, восстанавливаться. Это печень и это кожа. Ну, вспомнить, это рамки, мелкие порезы, которые мы можем получить на кожу, и все это чаще всего до следа зажимает и исчезает. Кожа защищает наши внутренние органы от повреждений. Это вот первый значок. От температуры понижения, чтобы не было на улице, минус 30, плюс 30, минус 50, тяжело, но кожа помогает нам, нашим внутренним органам. Это защита от перематов температуры или от разных температур. Это защита от бактериальной инфекции, от огромного количества бактерий, которые обитают в окружающем мире, которые не могут проникнуть дальше кожи, которые остаются на поверхности. И кожа, наша помощь, наш защитник от них, от бактерий. Кожа помогает выделять результат наших обменных процессов. С флотом, с сальным секретом, выделяются артоксины, то есть происходит выделение продуктов жизнедеятельности нашего организма. Кожа помогает соблюдать баланс температуры, то есть когда жарка, мы потеем, это конденсат, когда холодно, сужаются сосуды, чуть сужаются коры, то есть мы сохраняем тепло внутри нашего организма, это тоже функция кожи. Если посмотреть, из чего она состоит, она мне очень напомнила пирожное макарони, такой модный французский такой сейчас, рекордесно сказать, что он уже популярный даже в нашем роде. То есть такое, ну, три слоя. Эпидермис, дерма и гиподерма. Каждый слой кожи имеет свои показатели по толщине, и это такие показатели, которые варьируются. Почему? Потому что, ну, есть части нашей кожи, которые терпят непосредственно нагрузку, физические воздействия, это, например, стопы, это подушечки наших пальцев, локти, например. Есть части тела, которые часто сгибаются-разгибаются. Эта кожа должна быть тоньше и более эластичная, соответственно, немножко будет другое строение у нее. То есть три слоя, но по-разному, разной толщины. Пройдемся по каждому из них. Эпидермис это то, что мы с вами видим друг перед другом, когда смотрим друг на друга, то есть это верхний слой кожи. И его можно так крылано назвать клеточной фабрикой, то есть рожденный, чтобы убереть. То есть это путь клетки, да, все слои. Здесь уже не пирожное макаронье, здесь уже целый наполеон, потому что пять слоев. То есть вот это вот под микроскопом. Вот так вот выглядит, да, похоже, не знаю, на свиную, или, например, говяжью, если так, как увеличенную, да, кожу. Непривычное зрелище, потому что то, что мы видим друг перед другом, значительно эстетичнее, согласитесь. Но примерно так выглядит верхний роговой слой нашей кожи. Это действительно клетки, клеточная фабрика, которая без устали производит новые и новые клетки эпидермиса. И в процессе своей жизнедеятельности они пробегаются на поверхность и для того, чтобы в конечном итоге стать совершенно плоскими, безжизненными и отшелушиваться. То есть ежедневно, ежечасно, ежесекундно, с поверхности нашей кожи отшелушиваются твердые роговые чешуйки, кератиновые чешуйки. Они полностью состоят из кератина. Кстати, уже модно, из кератина состоят рога, опыта, панцирь и черепахи, иглы и динозавры. Кто там у нас такой, игольчик, декабрас, абсолютно верно. Вот. Но же кератин. То есть и у нас есть, но тоже, опять же, мягче, эстетичнее, приятнее внешнее и приятнее тактильнее. Но это кератиновые чешуйки. И за час у нас с кожей отшелушивается примерно 40-50 тысяч вот таких вот чешуек. В год это порядка 3 килограмм. Ну а за всю жизнь по-разному где-то 18-20 килограмм кожи. Причем нам для этого даже не нужно пользоваться скрабами или мочалками. Почесались, отшелушивались. Вообще я с ней разговариваю, оно продолжает непрерывно, в общем-то, отшелушиваться. И особенно для меня, человека впечатлительного, было интересно прочитать, что вот эти чешуйки, они вокруг нас. То есть это вы, которые образуются в наших квартирах, на подоконниках, на рамках картин, на поверхности мебели. Это мы. Мы немножко в прошлом. Частицы нас, друзья, они вокруг нас. Поэтому, когда мы делаем влажную горку, постоянно, в принципе, это мочаться, мы их понемногу убираем. И как вы понимаете, поскольку процесс постоянный и безостановочный, так клетки должны, да, должен быть ресурс для того, чтобы клетки появлялись, появлялись хорошего качества. Что еще важно про этот слой? Что при нижнем слое, они живые, да, то есть клетки там имеют ядра. Чем выше на поверхность, тем... Это два верхних слой, это уже вертвые клеточки нашей кожи. И самый верхний слой, да, роговой, представлен абсолютно вертвыми клетками, которые, у них есть связи между собой, плюс они прилегают друг к другу, примерно на кончей лице на крыше или на кирпичи по стене. Но между ними есть такие, знаете, как в стене есть цементные прокладки, так, между частичками нашей кожи есть такая липидная составляющая. То есть если косметика не попадает, да, к нам, глубже роговозство, то это именно через эти липидные участки, которые скреплены между собой, у кого и чешуйки нашей кожи. Чем мы моложе, тем быстрее клетки. Старые меняются на клетки новые. То есть примерно месяц нам нужно для того, чтобы в возрасте, 20-25 лет, наш верхний слой полностью обновился. Поэтому косметика в новом области, она работает быстрее, мы быстрее видим результат, потому что быстрее происходит клеточный обмен. Чем старше, вообще есть чудесное такое крылатое выражение, что в старости мы будем делать то же самое, что в новом области, умедленно. Вот это вот, наверное, самое показательное, вообще, то, что характеризует наш внутренний процесс. Все замедляется. В частности, замедляется и скорость клеточного обмена. Если раньше это было 25-28 дней, то в возрасте, в моем возрасте, порядка 40 лет, это будет около 40 дней, а в возрасте после 60-летнего, может быть, 70 дней и даже больше. Это говорит нам о чем? Не о том, что вы сейчас все вспомнили свой возраст, грустили, что все меньше пыли, в виде роговых клеток, вокруг. Нет, вы сейчас должны задуматься над тем, что с возрастом просто результат на смеси идет медленнее. Именно поэтому мы проходим трехмесячные клинические тесты нашей серии. Именно поэтому мы говорим о том, что использовать каждую серию нужно не менее трех месяцев подряд. Для того, чтобы серия показала то, на что она способна, и то, что заявлено на страницах каталогов, как эффект от серии. Второй слой кожи, мы о нем часто обсуждаем, часто говорим, он окружен с этими мифами, интересными историями, потому что именно в этом слое есть так называемые гусняшки, коллагеново-стил и алуроновая кислота, которые сейчас достаточно часто обрывают на смену. Если представить образом, там второй слой кожи, основной с той кожи, и самое лучшее сравнение, которое приходит в голову, это водно-пружинный матрас. Он тоже, в свою очередь, состоит из слоев. Там есть сосочков, он и слоев замынерплений, действительно, в виде сосочков, которые снабжают эпидермис лапами, например. И благодаря тому, что у нас есть вот этот сосочковый слой, у нас у всех, он выражен, его можно посмотреть даже на кончиках пальцев, а именно поэтому у нас у всех индивидуальные отмечают, что в слое, в слое, в слое у нас находятся и нервные лучания, и волосы, и форикулы, и корни ногтей. Все это находится в глубоком достаточно слое дермы. Именно тут у нас находятся коллагеновые и эластиновые волокна, клетки дермы, фибропласты. Там мы с вами отвечаем за обычный прирожан тем, что хотя бы знаем эти слова, да, знаем, что есть какие-то фибропласты, есть такой коллаген и эластин. Действительно, это основа дермы, это поддержка, это то, что отвечает за тонус и упругость нашей кожи, соответственно, за молодость нашей кожи. Вот это волокно коллагена, это белковая крупная молебула, которая в свою очередь состоит из аминокислот, которые как бусинок, такие бусинки на ниточке, да, скрепленные. И образуют нити, и в частности вот молекулы коллагена, это три нити, да, изогнутые как спираль, поэтому напоминает пружину. Это очень прочное место, потому что коллаген отвечает за прочность кожи, да, за то, чтобы она выдерживала большие нагрузки. Эластин это тоже белок, но более тонкий, да, и более ломкий, да, и более ломкий, потому что у него другое предназначение. Он отвечает за эластичность, да, поправились немножко, кожа растянулась, да, вырос животик, есть, да, в положении, знаю, да, способность нашей кожи, ну, практически безболезненно растягиваться и снова сокращаться, за это отвечает белок эластин. И это пружинное содержимое нашего матраса, да, нашей кожи, нашей дермы, и есть еще водное содержимое, представленное молекулами гиалуроновой кислоты, которая прекрасно поддерживает флагу и заполняет, так называемые соты, межклеточный матрикс между молекулами компонента эластина. И гепропластка, это, собственно, проводители коллагеновым, эластиновым глобоком и гиалуроновой кислоты, и мы их часто сравниваем с шаломимыми детьми в молодости, это очень правильное сравнение, легко приходящий образ, потому что они производят много коллагена, эластин и гиалуроновой кислоты, потом все поломали, разрушили и строят много, это безостановочный процесс. Представьте, дети, которые играют с песком, строят песчаный, да, и конструктор века, собрали, разобрали, собрали, разобрали, и это безустно, и это с энтузиазмом, энергией и от души, да, то есть это молодая кожа, постоянный процесс выработки фидропластами, коллагеновых, кластиновых волокон и эластиновой кислоты. Чем старше, тем больше хочется побежать на диване, купить телевизор, уже ничего не устроено, но те же подростки это уже не дети, да, они сидят долго перед компьютером, абсолютно уже не так физически активны, как они в ранней юности, в раннем детстве. То же самое происходит с фидропластами, то есть медленнее, печальнее и, конечно же, ухудшается их качество. То есть это то, что касается второй циклой нашей кожи. И третий, вот так выглядит наша кожа, когда мы молоды, это к новому входно-пружинному матрасу. И если это уже кожа пожившая, повидавшая, еще и может быть не очень ухоженная, не избалованная уходом, то, соответственно, вот именно вот так, да, то есть мы узнаем эти морщины, понятно, что это все-таки не матрас, но примерный образ, надеюсь, что вы запомнили. И третий, свою кожу, о нем прекрасно и много сегодня сказали, да, для того, чтобы его объяснить, для того, чтобы дать ему право на существование в нашем организме и на лице в том числе, просто немножко резюмируем, да, для чего. Это энергия, энергетический запас нашей кожи, это ДПО, где немножко могут накапливаться жирооспоримые витамины, это возможность женщины, да, быть вертильной в том числе, то есть иметь детей, это защита внутренних органов, и потому что мы с вами движемся, когда мы движемся, да, органы тоже смещаются, и подкожно-жировая клетчатка также помогает им быть, ну, такими относительно мобильными. Гипотерма удерживает влагу, да, примерно на 100 грамм гипотермы приходится 150 грамм жидкости, поэтому это еще и возможность удерживать влагу как можно дольше из виноградинки не превращаться в изюминку. Это защита от удара, то есть это буфер, и это защита от холода, о чем уже говорила Дарья. На лице гипотерма влияет в том числе и на тип кожи, то есть дамы, у которых пухленькие щечки, но и хорошо представлены, которые можно потрепать, или как минимум ухватить, имеют чаще всего комбинированный жирный тип кожи. Если гипотерма практически не представлена, мы говорим о том, что это сухой тип кожи. Вообще абсолютно нет гипотерма у нас на веках, губы и почти нет на шее, поэтому даже если мы очень хотим поправиться в губах, это сделать невозможно, потому что гипотермы там нет. Ну и как бы нет на шее, именно поэтому она стареет достаточно рано, да, как выгодает волос женщины, именно потому, что кожа, лишенная вот этого буфера, она менее эластичная и быстрее проявляются всевозможные заломы. И для чего нам эти знания, да, во-первых, немножко понимаем лучше, как действовать косметикам, во-вторых, немножко лучше понимаем себя, свое настроение и то, каким типом кожи мы обладаем в зависимости от нюансов нашей кожи. Итак, нормальная кожа. То, знаете, тут говорят, что то, что якобы есть, но чего никто не видел. Косметологи часто говорят, что это существующая якобы кожа, но это идеальная, да, как в нашем представлении. То есть, эта кожа без проблемная. То есть, бывает ли кожа без проблемная? Тут крайне редко. Это такие единичные случаи, это как, знаете, в фильме ДМВ, ты сусликов более видел? Нет. А он есть. Вот, как бы я не видела нормальную кожу, но говорят, что она существует. Схожая без проблем. То есть, она и немного самого секрета, и немало. Пора вроде и не видно, и в то же время, но, наверное, чуть-чуть они все-таки есть, но они не забиваются, и они не воспаляются. И старение здесь происходит медленно, и вообще кожа благополучная, сияющая, светящая себя здоровье. То есть, яблочко, персик, то есть, какие-то фруктовые сравнения к ней непосредственно относятся. Чаще всего у россиянок, 60% россиянок имеют комбинированный тип кожи. То есть, он самый распространенный. И еще 20% имеют жирный тип кожи, то есть, откровенно жирный. И оставшиеся 20% — это обладатель судьбы кожи. У нас в стране вот такое примерно распределение тип кожи на количество жителей женского пола. Почему женского? Потому что мужская кожа, тоже есть такое косметическое выражение, что мужчина сухой кожей — это женщина. Вот, поэтому это комбинированный жирный тип — это данность мужская премерогатива. Тоже, наверное, встречаются у мужчины с сухой кожей, но это крайне редко и, скорее, исключение из правил. Итак, сухая кожа, которая достаточно мало, но она тем не менее нам и у наших клиентов она встречается. Тонная. Практически не представлена как кожная дровая клетчатка. Ну, то есть, если мы сравним с чем-нибудь, то это будет лист бумаги. Кстати говоря, по своей толщине — эпидентность, правильно, толщине листа бумаги. Вот это сухая кожа в молодости, в возрасте 20 лет. Она белая, пор не видно, воспалений нет. Это гладкая, ровная, фарфоровая, красота неописуемая, завязь всех одноклассников, потому что вообще никаких проблем. И такие девушки, как правило, уже долго не красятся, потому что зачем здесь декоративная косметика, когда здесь и так вообще без каких-либо усилий и без… Но все всегда имеет обратную сторону в жизни. И вот это вот обратная сторона зуба кожи. Какие? Ну, это… Это человек сильно улыбнулась, сильно хмурилась, немножко погоревала. И разделенная первая любовь вообще. Вот. Ну, не сразу, да? Просто любые эмоции. Нет практически малого надхожного клетчатки. Очень мало своего сального секрета, который обеспечивает эластичность кожи и кожи. Даже когда мы ее разгладили, уже не плачут, а это все помазали, оно все равно не станет прежним. То есть проблема сухой кожи – это раннее старение, выраженное большим количеством морщин. От мелких до крупных. Но вот это вот мелкоморщинское затем тип старения, о котором мы сейчас тоже поговорим. Если представить, как это выглядит в жизни на бумаге, возьмите себя за руки, вот здесь за кистюрки. Возьмите такую. Складочку маленькую. Вот это сухая кожа. Посмотрите. Вот это сухая кожа. И вот здесь нет никакой подхожи жертвы в плечах. Здесь она плотно облегает химию мышцы. Полупрозрачная, видны венки, пор не видно. И достаточно быстро тоже она покрывается морщинками. Поэтому мы говорим, что не только шея, а и руки тоже выдает возраст женщине. Вот. Переходим к комбинированной жирной. Для того, чтобы вы поняли, как это выглядит, возьмите себя за кузик. Это то, что Дарья говорила, что мы берем и говорим, что это биток, гормонов, вообще всего. Так это еще и для нас возможность показать пример с типами кожи. Не будет у вас, как вы покажете консультантам и клиентам. Вот это жирная кожа. Много подхожей жировой клетчатки. Она плотная. А что вы? Это объемы. Это такие аппетитные щечки. Это формы. Но, да, это топлив кожи не сожмешь, да? И морщинку не сложишь, как бы сделать с листочком сухой бумаги чистой. Но здесь другая проблема, да? Опять же, не бывает полностью идеала. Под воздействием силу тяжести, это плотная складка, она стремится к земле. Она описает. Поэтому знание типа кожи нам нужно для того, чтобы вы понимали, как стареет наш клиент и какую серию мы ему можем помочь подобрать. Потому что если тонкая, сухая, морщины, если плотная, тяжелая, это деформация. Комбинированная кожа, это микс, да? Когда у нее лоб в нос, то есть так называемая дезона, относится к жирному типу. То есть ширины поры, через пару часов уже жирный блеск. Это, а щечки, ну, ведут себя прилично. Иногда сохнут, иногда тянут. Это комбинированный вариант. И такое понятие, как мультимаски, изобрели специально для обладателей вот этого такого типа кожи, которую нужно уметь балансировать, да? То есть нужно уметь находить подходящую текстуру средства. Жирное здесь, как бы, вообще без уже каких-либо сомнений. Можно жарить длины через 2 часа после того, как человек очистил кожу, уже выделяется так много заново секретов, что это становится проблемой. Поры расширяются постепенно, они становятся все более заметны и с возрастом, в том числе. Юлость обращена черными точками, высыпаниями, раздражениями, покраснениями. То есть это вечная борьба с кожей для того, чтобы она выглядела более-менее эстетично. Это ранее использование декоративной косметики для того, чтобы, ну, как минимум, это все спрятать и скрыть. Но здесь бонус, что морщин на этом типе кожи появляется крайне мало. И появляются они достаточно поздно, и старение включено в другую боку. Или в морщинах, а в потере тонус и грубости. И для нас очень важно еще и состояние. Почему? Потому что оно достаточно часто встречается, потому что этому состоянию подвержены все перечисленные типы кожи. Когда я начала еще работать с нашей компанией, мы различали два состояния. Обезвоженность и чувствительность. Сейчас обезвоженность гибла – это уже данность, поэтому мы его даже не отчитаем. Чувствительная кожа. Что это такое? Это как женщина в состоянии стерени. То есть на все реагирует болезненно, на все реагирует национальный палец. Покажи, но все равно плащет, рвет, мечет. То есть что бы вы ни делали, она всячески показывает свое вид. Это может приключиться с абсолютно любым типом кожи. То есть не бывает такого понятия, что только сухая была чувствительная, или только жирная была чувствительная. И даже никогда каждая из нас, из вас, бывала в состоянии, когда кожа чувствительная. Почему? В этом состоянии, как правило, даже привычные средства ухода за кожей вызывают покраснение, дискомфорт, покалывание, шелушение. То есть это типичная ситуация, когда кожа стала чувствительной. Из-за чего это может произойти и как вы думаете? Как довести свою кожу до истерики? Солнце. Абсолютно верно. Как бы не нужно самой давать? Солнце. То есть много какого-то воздействия извне. Мороз и солнце. Действительно схожи. И броня питания. Абсолютно верно. Те же праздники наши новогодние, когда мы себе ни в чем не отказываем, потом приводят к тому, что кожа абсолютно она привычная. Наши продукты ухода реагирует повышенной чувствительностью. Еще. Правильно перебарщивать? Абсолютно. Когда мы начинаем перебарщивать с каким-то уходом, мы стараемся затереть на дыр, кожа тоже реагирует тем, что это хватит. Да? Все верно. Вы все абсолютно правильно сказали. Ну и конечно же чувствительность может повыситься на непривычный компонент. На компонент, который достаточно активный или агрессивный. Да? Что мы делаем? Как можно становиться чувствительной? Успокаиваем. Правильно. У детей в истерии успокаивают. У женщин успокаивают. Успокаивают. Согласись, даже если ты не согласен. Кем не? Абсолютно верно. Успокаиваем. Привычным. Самым мягким уходом, который только у нас есть. Самым привычным. Самым делегатным. Самым бережным. Самое бережное ощущение. Самый мягкий питательный крем. То есть только по шерсти все люди нанесло поперек. Полностью с вами согласна. Типы старения, которые просто вытекают из типов нашей кожи. Если вы заметите, мы про типы кожи практически не упоминаем из-за медицинской каталога, у нас очень мало рекомендаций по типу кожи. А вот в серии Optimus встречается, в серии Navage не встречается. Почему? Как это думаете? Почему в серии Navage мы не пишем для нормальной, для комбинированной, для жирной? Какой здесь совершенно интересный? Какой-то разъемный критерий уменьшается на проблемы. Абсолютно верно. Потому что линейка Navage относится уже к разряду анти-age противовозрастной. И с возрастом усугубляют те линии проблемы, которые вытекают из типов кожи. Поэтому мы уже просто должны знать, как стареет талии иная кожа для того, чтобы выбирать грамотный ход. То есть это подход к управлению. Не по типу. По типу это подход для молодой кожи достаточно. Когда в 20-25 там вращается девушка и хочет ухаживать за кожей, мы посмотрим в сторону Optimus, мы берем ей исходя из типов ее кожи. Поэтому это не лишние данные. Это не значит, что у вас сейчас загрузилась информация про типы кожи. Сейчас будет следующее про типы старения. И поэтому его можно уже куда-то выделить в окружающую среду. Нет, это тоже удержано. Типы старения. Воровал фотографий достаточно известных актрис, известных женщин. Ну и постаралась, чтобы они были наглядны. Самые благодатные, пожалуй, типы старения. Усталая кожа. Потому что старение протекает так, что нет каких-то явных проблем. Есть просто общее ощущение, что девушка устала. Она была такая засияющая. Устала. Кожа становится более нутплой. Немножко добавляется отечность и пасхозность. Снижается упругость мышц, снижается упругость из кожи. Идет опущение. Бровки поплыли вниз, волги глаз, волги губ. Залегает такая слезная борозда. Синячки. Чуть-чуть отечность под глазами. Но в целом просто вот ощущение, что не выспалась. Какая-то такая черная полоса. Она вообще красивая женщина. Она просто что-то в недвое время не самое лучшее. Это усталые тип старения. Знаете, когда я какая-то нибудь прочитала, я тоже думала, что это вот повезло так повезло. Тому, кому усталые тип старения. Джулия Робертс. Усталые тип старения. 51 год. Она была снова выбрана самой красивой женщиной в мире. Второй раз за ее жизнь. Первый раз ей было около 30. Второй раз 51 год. Люблю приводить пример, потому что она не сторонняя пластическая хирургия. То есть она сама сохраняет свои внешние данные. Но чем дольше я думаю, тем больше я понимаю, что усталые тип старения – это награда тем, кто много лет с раннего возраста за собой ухаживает. Кто следит за весом. Кто ухаживает за кожей. Кто не допускает каких-то перепадов, когда кожа сильно растягивается. Кто не травмирует ее какими-то слишком агрессивными процедурами. Конечно, здесь это мелкие, достаточно мягкие черты лица. Датность и нормальная либо умеренно сухая кожа. Вот, как правило, они вытекают, потом усталые тип старения. Но если усталый тип старения набирает вес, он переходит в категорию информационного тип старения. Поэтому здесь не радуемся и радуемся и стареем, просто когда мы немножко устали, а продолжаем бдить и следить, и стареть красиво. Следующий тип – это мелкоморщинистая. Майя Кресецкая. Сибур не выберет. Если помните актриса, которая играла, снималась в «Чужой и Чужие». Ну и Шелла Стоун тоже одна из самых красивых женщин, на мой взгляд. У нее должен идти в старение мелкоморщинистых. Его еще вроде называют «печеное яблочко». что происходит? Вот так как мы на ручки смотрели, практически нет подкожно-жировой клетчатки НЛЦ, и кожа плотно опрягает скелет. То есть у нее практически нет деформации. Нет подкожно-жировой клетчатки, нечем устрелиться под воздействием силы тяжести вниз. Но много мелких морщин и в области век, и лоб, и возле губ, да, там, кисетные морщины очень рано появляются. То есть кожа сухая, менее эластичная, больше подвержена образованием небольшого количества морщин, и есть такое впечатление общего высыхания, да, когда яблочко было сочное, стало такое не сочное, запекли. Что порекомендовать можем такому клиенту, да, ну, для этого типа старения, для какого другого опасно курить, потому что еще сильнее изложивается организм, и еще сильнее усиливается кисетные морщины вокруг грунта. Увлажнение, питание, увлажняющие и питательные маски – это тот минимум, который должен быть с 20-летнего возраста постоянно. Чем раньше начинается с собой ухаживать мелкие морщины, если тип старения, тем дольше он сохраняет привлекательность и эластичность кожи. Ну, и согласитесь, все равно достаточно эстетично, да, выглядит, несмотря на прожитые годы, по-моему, уже 60-60 с лишним уже ростом, это последние годы 2018 года. Ирина Городьева, да, любимая нами актриса, тоже все известная. Также к этому самому распространенному в России типу старения относятся еще и Алла Пугачева, Людмила Путина. Это тип старения, который вытекает из жирной комбинированной кожи. Когда плотная складка, морщин, да, морщин нет, но складка обвисает, образуются отеки. И здесь еще есть такой спутник этого типа старения, пуперос. Чаще всего они идут рука об руку. Но, забыла сказать, что в мелкоморщине стоктике там спутник-пегментация. Тоже очень часто идет рука об руку с мелкоморщине стоктиком старения. Вот. Это все, да, блюдожьи щечки в народе называются. Это тип старения, она не очень эстетично звучит, как-то с яблочком мягче получилось у народа. Поэтому я предлагаю продолжать называть их фруктуционными. Отечка, смешки, брыли, носогубные складки. То есть плотная складка, она имеется в много маленьких и мелких. Это какие-то масштабные складки, да. Как, например, носогубные, как, например, морщины, воня, метки. Что делать, да. Как быть, что делать, куда бежать. Вот. У всех вопросов, да, мы представляем себя через несколько десятков лет. Ну, в данном случае, битинговый ростоль, самомассаживание, самый бесплатный, дешевый рецепт – это сбросить вес. Чем меньше это в коже жировой клетчатке, тем меньше диформация, тем меньшая складка стремится в сторону земли. Плюс, да, это укрепляющие стенки сосудов кремы, совсем скоро у нас такой появится, да. Мы сегодня о нем тоже поговорим. И плюс, конечно же, желательно, если вы хотите, нацелены дома, своими руками, да, попытаться сохранять полость как можно дольше, освоить еще некие практики, например, лимфодренажного самомассажа. Который тоже будет помогать уменьшать летечку с лица и улучшать состояние кожа. И как бы, да, мы не были индивидуальными, мы все стареем по-разному, но есть общие какие-то цифры, да, общие срезы жизни, когда вы появляете тот или иной турист. Ну, плюс-минус три года. Несмотря на то, что женщины первая, вторая, третья, четвертая очень похожи, но это две пары, ну, две женщины с развивкой несколько лет. Ну, все равно очень наглядно. Возраст 20-25, что происходит с кожей? Ну, богатая девушка, еще не может ничего катастрофического с ней происходить. То есть это еще, как Наташа сказала, красота данной природы, да. Красивая, естественная девушка. Что может с ней приключиться в плане кожи? Сияние кожи, наверное. Исчезает сияние. Кстати, многие спрашивают, что такое сияние, когда мы сидим. Здоровый цвет кожи, запасно, ровный, равномерный, да. Что еще происходит? Увлажнение, наверное, превратили отлично. Абсолютно верно, да. Это может быть обезбоженность, вызванная неправильным ритмом жизни, да. Мало спит, мало пьет жидкости, много пьет другой жидкости. Вообще существует замечательная такая пчурка, я не помню, кто из юмористов как пошутил, но очень привлачная их тема нашего бизнеса, что у женщин существует три возраста. Первый возраст, когда она может по ночам гулять, пить, курить, ругаться с мамой, встречаться с мужчинами, наутро приходить в учебное заведение, как будто всю ночь спала в своей постели. Второй возраст, это когда она может ночью пить, курить, ругаться с мамой, встречаться с мужчинами. Наша задача, чтобы, ну, первый возраст, да, второй возраст, возможно, до третьего как можно дольше женщины не находили. Так вот, это тот возраст, когда еще, да, это результат, тусклость кожи и безгожность, это результат такого образа жизни, который женщина ведет. Здесь очень важно, да, также, чем советам, как я помогаю, да, велос и начинаем вырабатывать свою кутину, свою систему ежедневного ухода за кожей. То есть, если раньше мы говорили, ну, такой общий косметологический приз, поскольку ты не начала ухаживать за кожей, ты будешь выглядеть, там, через некоторое время моложе, то сейчас общая тенденция в косметологии, начни за собой ухаживать в 25, для того, чтобы в 55 выглядеть на 8-10 лет моложе. Но для этого в 25 можно уже и зарабатывать так, чтобы позволять себе качественный, полноценный уход. То есть, идем на напряжение, чем раньше женщина начинает, у нее потом не будет, знаете, кардинальных перемен. Женщина, которая ухажена, даже если она начинает что-то новый для себя продукт, она не получит какой-то вау-результат, потому что у нее кожа в хорошем состоянии, да. Это тоже важно понимать. Вау-эффект мы получаем, когда не было ничего, да, и вдруг начали ухаживать, кожа просто от счастья начинает показывать все лучшее, на что она способна. Но это тоже в рамках отдельной зади женщины, да. Невозможно начать ухаживать в 50, и через курс с использованием кремов, так сказать, выглядит на 30. Это невозможно. То есть, такого чуда крема, который вам утюг все разглазил бы, на данный момент не запретено. Поэтому мы рекомендуем, да, из года в год, каждый день, не забывать утром и вечером за кожей ухаживать. К сожалению, признаки старения, они как снежный ком. То есть, нет такого, да, что там, перевалил, иммунитет получил, и больше ты этим уже не болишь, да. Дальше идут следующие случаи. Нет, у нас появляется одно, к нему через время добавляется другое, еще через время третье, и это все на нас обрушивается, да. То есть, ну, постепенно, может, то есть, конечно, мы не так это замечаем. Замечают, наверное, наши одоклассники, и мы замечаем на своих одоклассников, когда приходим на встречи, там, спустя на встречи. И, конечно же, это очень, 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 очень малый человек. Ваши глаза все равно очень сильно задействованы. Особенно у нас на юге, где активное солнце, где все время нужно защищаться, чтобы не щуриться. Тусклость там продолжает прогрессировать, да, здесь друзьями возвращают исключительно хайлайтерами, если не ухаживаете с собой. То есть, это показатель благополучия. Холюный лоск. Вот что значит сияние кожи, которое мы со временем и при неблагополучном течении нашей жизни теряем. Неровная текстура. То есть, схоже все, больше похоже на географическую карту. Где-то синенькая, где-то зелененькая, где-то пигмент появился. То есть, такая бесконтарная слуха, уже сложно себя омолодить, да, и, как видите, значительно моложе своего возраста. Ну, и поры все шире и шире, потому что с возрастом, да, расширяются под воздействием скопления саревого сиплета. И даже у не жирной кожи все равно начинают постепенно расширяться поры, ну, потому что ослабляются мышцы, густья, все это протихоньку расширяется. К 45-ти годам нам добавляется еще что? Доз, потеря упругости, морщины скорби, морщины мимо, обвисает верхние века, нижние образуются грыжи, брыли. И все эти, ну, да, грубые слова на «в», на «рэп» ужасно звучат, но примерно в этом возрасте они начинают плюс-минус появляться и усугубляться. И после 55-ти добавляется еще возрастная фигментация, венчает, как я сказала, весь этот букет, который шведы очень красиво назвали «путешествие кожи по жизни». Очень романтичные люди, шведы, звучит на самом деле все неприятно, да, и думать об этом тяжело, особенно когда ваш возраст уже около 40-ка. То есть в 20 лет это еще сидят, вот так вот улыбаются, наивные люди вот так вот сидят, это не про них вообще. Ну, 55-то и когда вы еще будете? Вообще-то не жут, наверное. Вот эти-то школы и женщины такие, да, 55 и больше. На самом деле очень быстро все проходит, но тревожится сильно начинает женщина, наверное, после 35-ти. То есть если в 20, да, она еще выспалась и сразу омолодилась, то в 35 ты уже как-то не высыпайся, а следы старения они на коже есть, и мы их видим. И чем старше становится женщине, тем больше она испытывает от дискомфорта до стресса, да, разная степень принятия себя и принятия того, что ты неумолимо стареешь. Это тяжело. Некоторые перестают уколить свой возраст. И, кстати, это тоже проверка для вашего клиента. Если женщина называет свой возраст, она психологически здоровая. потому что нужно принимать себя в другом возрасте, родиться своим возрастом. Но особенно легко мы это можем сделать, когда мы выглядим моложе своему возрасту, согласитесь. Поэтому это большой стимул за собой продолжать следить. И чем мне нравится наша компания, тем, что она всегда предлагает конструктивные способы решения. Мы увидели проблему, нам хочется с этим что-то делать. И наша компания подсказывает, в каком направлении нам развиваться. Поэтому мы должны сейчас выбрать для себя пути решения. Вы знаете, что есть косметология, есть косметическая хирургия. Сейчас все более доступны разные методы борьбы за молодость. Мы сейчас с вами разберем, почему кожа стареет и что может косметика. Почему кожа стареет? Ну, как вы понимаете, есть всегда внутренние причины, есть внешние причины. И раньше мы с вами думали, буквально еще лет 15-20 назад, мы думали, что внутренние побеждают, что они сильнее. Что это генетика. Это, как говорила Дарья, ленивый наш мозг. Ему проще найти самооправдание, чем что-то с этим делать. Поэтому нам проще считать, что вот так вот неудачно природа распорядилась, и генетически не самый благополучный достался вариант. Сейчас я с вами смело говорю, что генетика это 20%, остальное это воздействие окружающего мира, и то, какой образ жизни вы для себя выбрали. Безусловно, есть внутренние процессы. Прежде всего, это, наверное, самая распространенная гипотеза старения, их много. Это оксидативное, да, то есть под воздействием свободных радикалов. То есть мы с вами дышим кислородом, без кислорода жизнь была бы невозможна, но кислород приводит к тому, что все окисляется. И в организме появляются свободные радикалы. То есть они есть в любом организме, но организм, как очень грамотная такая машина, она умеет с ней вороться, зарабатывая антиоксиданты и не получая из пищи антиоксиданты. Как это действует? Для того, чтобы просто на пальцах рассказать. Ну, действие свободных радикалов, это, ну, представьте, я бы даже два девушки, не знаю, какой зовут, мы просто начинаем дыкать. Молча. Истерика. После истерики. Она разрушится. Если все время молча тыкать, да, это вот воздействие свободных радикалов и здоровых клеток. Они не могут никак подраться, никак в ответ, да, и среагировать. Они разрушаются. И что такое свободные радикалы, да, это агрессивные молекулы, которые образуются под воздействием доступа кислорода. Ну, мне нужно три добромольца для того, чтобы мы с вами посмотрели сцену, и потом ее можно показывать своим же консультантам. Это очень просто. Три человечка мне нужно сюда для того, чтобы мы с вами посмотрели. Абсолютно все равно никаких пожеланий во внешности. Да, даже на тыкать нужно выходить и сапоглику. Ну, вот две девушки будут, прижавшись друг другу, держаться за руки. Это будут два электрона отрицательно заряженные, которые есть в каждой молитве. Так, вот два отрицательно заряженных электрона. А это будет, ну, солнечная радиация, например. Или это будет, не знаю, негатив, стресс, неправильный. Это очень зло. Зло, которое видит свободного радикала, подходит к девушкам и разбивает их связь. Вот, разбивает их связь. Вот. Зло торжествует, да. Что получается? У нас две разбитые пары, две одинокие девушки. Каждая тоскует, да, потому что они становятся злые, агрессивные, раздражительные. И эта активная реакция распределяется, распространяется, то есть происходит разрушение во всех клетках. Что нужно сделать для того, чтобы вот, да, всех успокоить? Кто-то должен нейтрализовывать, кто-то должен помогать чинить. И это делают антиоксиданты. Они имеют свободный электрон для того, чтобы подойти, там взять за руку. Ой, моя красавица люблю, сил нет, да. И ко второй точно так же отдать, да, и поцеловать. Самые красивые девушки у нас на губах. Вот, спасибо злу и электронам. Вот так вот действуют свободные артикалы. Надо сказать, что молекулы после этого не чинятся, но они нейтрализуются и перестают приносить зло и разрушения. Антиоксиданты – это вещества, которые очень много. Во фруктов, овощах, бокале красно-доминацах тоже есть антиоксиданты. И мы их получаем извне, и мы их получаем из крема в том числе. То есть задача антиоксидантов, которые содержатся в кремах, также замедлять старение, которое вызвано появлением свободных артикалов, разрушающих клетки кожи, вызывающих раннее старение кожи. Ну, и еще одна причина, да, все замедляется. Это тоже спектр, над которым работают наши ученые, да, в том числе, когда мы разработали для нас комплекс «Аспарта-И». Им нужно было ускорить фибромасты. Чтобы те вспомнили, да, как они были. Вспомнила бабушка, как девушка и була, да. Так как, когда она была энергична, полна сил и вырабатывала много коллагеново-холостейного коллока. Вот такие внешние, внутренние факторы, да, из них 20% оставленного в генетике. И внешние факторы, их тоже достаточно много. Самое агрессивное – это, безусловно, ультрафиолет. Особенно в нашем регионе, друзья, потому что у нас очень много солнца. 15 минут под открытым солнцем для нашего организма, это потом-то вечно восстанавливались повреждения, возникающие от инсоляции, от воздействия агрессивного ультрафиолета. То есть здесь нужно ухо-востро, солнце – это приятный момент, который просто располагает ныти на море, жерлычок и так далее, но защита всегда должна быть на коже. Желательно, чтобы она была круглогодична, особенно в нашем регионе. Очень часто мы слышим, что Россия – страна северная, но это к нашему региону не относится. Поэтому наш средний СП в течение холодного времени года – это 15, не меньше, так, больше, если вы склонны к образованию пигментации. И 50 – это наш выбор летом, когда мы находимся под открытым солнечными ночами. Стресс – это тоже, в общем-то, сейчас популярное течение, и то, что способно избавляться вам, помогать избавляться от стресса. Потому что, как люди говорят, древние любители – все болезни от нервов, старение, в том числе, нужно минимизировать этот стресс, который мы испытываем. Для этого каждого есть свои способы. А у нас в компании есть еще серия «Шведский спасалон», для тех, кто хочет минимизировать стресс вместе со шведской компанией. Неблагоприятная экология. Ну, здесь тоже все по-разному. Поэтому у нас не самое негативоприятное. Все-таки, да, есть все у нас северные города, где возможны вредные производства. У нас тут немного деревьев, много природы и не самая плохая экология. Поэтому пенять на нее. Выглядит плохо – вы идете. Несоблюдение водного режима. Распространенная проблема. Особенно потому, что с возрастом количество жидкости в организме уменьшается. У владений, когда рождается примерно на 80% состоит из воды, в глубокой старости вы уже на порядка 60% состоит из воды. То есть потеряли в течение жизни достаточно много жидкости. И именно поэтому усыхаем и становимся изюмительными женщинами. Больше изюминками, чем виноградинками. Поэтому не забываем. Вода внутрь, вода снаружи. Обязательно следим за питьевым режимом. Некачественное питание. Здесь очень хорошо рассказал Даня. Я сюда не буду лезть. Но вы помните тоже, что экологенные эластины – это белки. И кожа должна постоянно восстанавливаться. Нужны белки. И поэтому белок нужен также для того, чтобы кожа восстанавливалась и выглядела моложе своего возраста. Неправильный уход за кожей. Когда мы сами грядим, тоже влияет на скорость старения. Это случай, когда мы жирную кожу постоянно сушим, спиртуем, скромируем. Сухую забываем смазать. И макияжем. В общем, очень много вот таких вот погрешностей, которые не кажутся нам глобальными грехами. Но это делается ежедневно. И за дня в день. Поэтому мы тоже очень сильно стали от нашу кожу. Все это приводит к тому, что кожа, вот как я вам показывала, по разным типам, но тем не менее старее. Что же делать? Делать. Есть разные выходные ситуации. Это достаточно распространенная среди богатых и знаменитых способов. Это пластическая хирургия. Но это Мэг Рай. Довольно известная актриса. И Кортни Бокс. Актриса, которая снималась в «Друзьях», известном сериале американском. Можно было, в общем-то, первое Оленково, к сожалению, сюда же на этот слайд поместись. И очень-очень многих, которые в последнее время сделали пластику, изменились просто для невозможности. То есть, такое ощущение, что новая какая-то раса, у которых одинаковые губы, одинаковые скулы, одинаковые глаза. И все это теряет, стирает индивидуальность. Все они, они выглядят на непонятный возраст. Я не могу сказать, что они выглядят моложе. Они, ну, все равно на том, что они выглядят хуже. При том, что, обратите внимание, эти женщины имеют деньги и возможность выбирать хороших пластических хирургов. То есть, это не просто в маленьком городке, как бы отыскал тот, что хотел, тот отрезал. Куда хотел, туда и пришел. Нет, это известные, именитые. И, посмотрите, они там увлекаются переделыванием, что это порядка четырех, вот корни бокс четыре пластических операции все это делось. При том, знаете, сколько ей лет? Пятьдесят. Стоило ли ученика выделки? Ну, это опять же дело каждого. Я вам сейчас накидываю варианты, что выбирать, решать безусловно вам. Есть вот такой вот способ, тоже мне понравился. Пятьдесят лет, хорошо победит. Тест Кристиан. Но она с раннего возраста приняла решение не улыбаться и не смеяться от слова совсем. То есть она сама себя заборозит. Такая снежная корнева, которая не реагирует генически для того, чтобы у нее не образовывались морщины. И даже рождение дочери не стало поводом для того, чтобы немножко расслабиться. Она научила смотреть коллеги и внутренне хихикать. Если вам интересно, я могу как-то напишите мне. Я пришлю вам статью про нее с фотографиями. Действительно, фотографии до 50 лет она нигде не улыбается. Ну, как она сама заканчивала очень слог, какую-то строгую патолическую школу, где сильно посмеешься, вообще не забалуешь. Ну и плюс, видимо, темперамент достаточно флегматичный. Это не сильно хочется. То есть можно идти таким путем. Ну, каких-то 40 лет не улыбаться. Ну, для них это надо уже поздно. Потому что мы уже много улыбались. Но я пока Дарья слушала, сколько времени. Просто надо прийти и сделать маску. Но тем не менее в нашем бизнесе невозможно быть снежной королевой. Потому что как выражать эмоции? Так как жестикуляции или как передать то, что мы чувствуем. А в нашем бизнесе нужно передавать, нужно заряжать, нужно упрямлять. Это невозможно без эмоций. Более того, эту статью комментировал психиатр. И он сказал, что это дама в области риска. Потому что существует даже метод течения депрессии, когда пациенты говорят подходить к зеркалу и улыбаться себе. Когда мы улыбаемся и смеемся, у нас зарабатываются гормоны радости и счастья. Не улыбаемся, не зарабатываются. То есть, а это вообще не улыбается. Соответственно, что там у нее? Психика и страшно? Ну, маме нам уже за эти годы. Но и еще, знаете, такая капля дегтя, бочку меда и ее прекрасного внешнего вида. Да, у нее нет морщин, наскупка не залегла. Но у нее эти старения и склоны к морщинам. Обратите внимание, да. Достаточная морожоподставлена жировая ткань. То есть, она будет стареть деформационно. То есть, до пятидесяти не улыбается. Она еще как-то, ну, молодец. Но при этом типе старения можно было улыбаться и примерно вот то-но то. Вот. Одно выглядит. Поэтому то, что мы предлагаем, да. Мы предлагаем заботиться о коже. Мы предлагаем ухаживать ежедневно в домашних условиях. Это то, что с годами даст свои дивиденды. Это не путь быстрого результата. Да. Быстрый результат дает пластика. Вы видели, как иногда какие-то быстрые результаты есть. Чаще и чаще. Это долгий путь. Но это путь благодарный, потому что вы... Невозможно полностью, да, не стареть. Невозможно. Но можно выглядеть ухоженной, да. Стареть благородно в любом возрасте. Выглядеть эстетично, привлекательно. Для того, чтобы на вас была приятная глядность. То есть про первую часть заботы, которая начинается изнутри, мы с вами поговорим о том, что может уход за кожей при помощи косметики. Оптимизация уровня увлажненности. Любой крем призван, да. Особенно дневной. Создавать на коже микрофуаль, которая будет задерживать испарение. Задерживать влагу внутри кожи, не давая ей испаряться. Таким образом кожа будет, ну, как будто в тушен изюминку мы пустили в воду. Она будет набухать со временем. То есть кожа будет становиться более увлажненной, удерживая свои ресурсы влаги внутри. Помогает балансировать кожу. Что это значит? Это значит, что если мы врожденно с сухой кожей, кремом мы можем ее сделать эластичнее, и крем будет выступать в роли самого секрета. Если мы рождем с жирной кожей, крем будет мотировать, да, помогать балансировать, уменьшать выработку самого секрета, и не делать длина из кожи, и не приводить к тому, чтобы пора забивалась. То есть крем помогает нам балансировать то состояние, да, тот тип кожи, который у нас есть от природы. Нейтрализирует свободные радикалы. Давайте вспомним все антиоксиданты, которые вам известны в кремах. Виноград. Так. Рецидатрол, содержащийся в винограде. И бокалик расположен, да. Витамин Е. Так. Коэнзилку 10. Коэнзилку 10. Круто. Вообще все витаминные, да, причем они еще, да, витамин С, витамин группы В, и витамин А. Они все антиоксиданты. Причем они там устроены, что когда они вместе, в букете нескольких антиоксидантов, они усиливают друг друга. Да. То есть эффективнее борются со свободными радикалами. Экстракт зеленого чая. Экстракт растений, шведских растений, они все богаты антиоксидантами. Наши местные растения, да, это не хуже, чем экзотические, абсолютно, это наши суперфуды. Это клюква, брусника, калина, молина, смородина. Это все источники антиоксидантов, что внутрь, что в кремах, если мы их используем. Помогает бороться с признаками старения, да. Смельчает, делает более эластичным, уменьшает выраженность морщин, уменьшает, это профилактика образования морщин. Если мы используем лифтерную косметику, это профилактика обвисания, потери тонуса, да. И таким образом, про любой тип кожи, про любой тип старения, да, есть косметика, которая помогает с этим признаками бороться и уменьшает их проявления. Ну и контролирует гормональные изменения, это значит, что переходный возраст, во время временности, во время менопаузы, то есть три гормональных самых таких ярких возраста, да, у кожи, косметика помогает, знаешь, балансировать, да, уменьшать высыпание, уменьшать жирный блеск, когда и подростки, да, во время беременности сделать кожу менее чувствительной и восприимчивой, и во время паузы выступать в роли пинков на перелетах кожи, для того, чтобы немножко ускорить все процессы, которые затухают в серевой коже. Это то, что может сделать косметика. И почему Альфейд? Давайте тоже ответим вместе. Почему мы не предлагаем разбить форму другой компании? Почему мы с гордостью и радостью говорим о продукции нашей компании? Это подсказки вам. Они тоже есть у вас в свободном доступе. Это наши факты гордости по серии на лыж. Что-то уже говорим о наших, когда начиналось сегодняшнее мероприятие. У нас в собственности есть четыре фабрики. Научно-исследовательский центр. Центр в Дублине разработки продукции. Институт исследования кожи в Швеции. 150 сотрудников. Более 30 патентов в копилке. Это наши секретные формулы, которых нет в одной другой компании. Что еще? Вспоминаем. Мы используем стволовые предки растений, которые сейчас являются самым передовым компонентом в косметике по воду за лицом. Что вы еще знаете? Вы предлагаете эту косметику изо дня в день? Клинические тесты. Клинические тесты. Три вида тестов. Да, мы проводим три. Дерматологические. Проходит вся наша продукция. Это тест на совместимость с кожей, на отсутствие энергетических реакций. Потребительские. Что такое потребительские тесты? Ощущения. Да, когда дается крем. Она бьюти-блогер. Как Ирина. И она там через время говорит. Я заметила, что увлажнилась. Набиталась. Разглазилась. То есть это мнение потребителей, которым мы дали наш крем для тестирования. Это мнение таких же женщин, как мы с вами. Которые говорят о том, что кремы работают. Но это субъективное мнение. Мы можем сказать, ну, вдруг ей показалось все. Вдруг там плохо посмотрела. Вдруг ее освещение дома не очень. Ну, мало ли. Есть еще один метод тестирования, самый объективный, где уже невозможно ошибиться в человеческом глазу, потому что он там не участвует. Это клинические тесты на высокоточной аппаратуре. Которые собирают глубину морщин, выраженность пигментации, состояние кожи, плотность, кругость под разным освещением и в разные определенные промежутки. То использование крема через месяц после использования, через три месяца после использования. И результаты этих тестов мы видим на страницах каталогов. Там морщины разглаживают за 33%. Почему у них 35? Почему у них премии? Ну, можно много агентств. Потому что это показатели, которые получены на клинических исследований. Здесь карта, цифра. Это клинические тесты. Они самые дорогостоящие, но самые оправдивые. И они действительно говорят о том, что наш пациент работает. И, конечно, у нас есть еще и премии, и награды, которые мы тоже получаем. Что это вот стоит с товар года? Кто знает? Наш крем занял второе место среди люксовых кремов антивозрастных. И у нас есть результаты этого сравнения в независимой лаборатории. Это не товар года. Товар года — это в 2016 году серия «Навэйдж» была признана «Алтиматифик» самой эффективной антивозрастной серией. Примний товар года, который очень высоко кодируется в нашей стране. Еще. В 2017 году что мы получили? Сыворотка. Сыворотка. Да. Бест Бьюти журнал «Ламур» организовывал свой конкурс, и там тоже были победители наши сыворотка. True Perfection получила первое место в категории эффективных антивозрастных сывороток. То есть это еще и мнение той страны, результаты голосования потребителей той страны были представлены наши продукции. Мы говорим сейчас только о времени, которое мы получили в России, в СНД. Еще. Факты для крупности. Вот умножали Мавон. Более 50 научных работ у него было. То есть это не просто надежный сотрудник, это не просто специалист, который работает в рамках Альфы, это еще и ученый, который пишет научные труды, вклад в вообще всю сферу борьбы с признаками старения. И все патенты, которые мы получали, все запрестованные наши комплексы, они появились благодаря профессору Алену Вагону и его команде из 150 ученых, которые годами исследуют всевозможные компоненты. Мы первыми провели исследование уникальное на тысячи женщин, какие признания на коже добавляют в визуально возрастах и структуризировали те причины, которые добавляют нам в визуально Алену. И именно после этого исследования, которое «Edge Reflect» получило название, мы разработали нашу серию навыки для борьбы с разными причинами, приводящими к тому, чтобы выглядеть в стаж. Еще. Вы предлагаете каждый день, что вы говорите при этом, почему они должны выбрать Альфлейн. У нас огромная конкуренция, очень много разных средств и серий. У кого-то, простите, варварные ручки, у кого-то еда, то есть какие-то, но совсем не простые, у кого-то оптичная косметика. Вы работаете со всеми категориями и вы должны найти правильные слова для каждого человека, чтобы он повернулся, хотя бы заинтересовался в сторону нашего каталога и наших средств. Чем вы гордитесь? Продукт уже. Продукт, вот, отлично. когда вы работаете с собой и знаете, что это результат многолитного использования продукта. Абсолютно верно, это самая сильная реклама, которая в принципе может быть дана продукту. Еще. Патенты. то, что у нас все просто предлагает. Свет, абсолютно правильно сказали. Нам не нужно, чтобы несчастный клиент искал, переволачивал тонну литературы и должен подобрать для себя уход, который будет учитывать все этапы функционирования кожи. И очищение, и увлажнение, и дневные ночные, и сыворотки и так далее. У нас все есть в рамках каждого комплекса. Вот проблема, вот решение. Готовое в виде средств. Берешь, пользуешься, получаешь вот такой вот результат. И вы просто должны знать, какой результат получит женщина от каждой из этих семей. Для того, чтобы на пальцах, на словах сказать, не как она будет выглядеть. Потому что нашему клиенту очень важно знать, что ей это даст, для чего она должна инвестировать в себя. Это не самые большие деньги, причем потому что есть в компании много, где один крем будет стоить, как наша серия. И мы можем сохранять такую цену только потому, что мы сетевая компания. Потому что мы экономим на магазинах больших розничных и так далее. Потому что вы знаете лучше меня. Иначе эта серия стоила бы в три раза дороже однозначно. того, что мы предлагаем сейчас нашим клиентам. И так. Ну или не знаю, стоит ли идти по шагам. Вы знаете шаги? Я надеюсь, что знаете, потому что уже все давно работают. Я не знаю, о чем я особенно хотела сказать. Это о шаге первого. Потому что сейчас это новый продукт. Потому что здесь было очищение и интонизирование, средств это гель и тони. Почему заменили? Вы поняли? Почему заменили? Или просто плачка или подушку, когда вы носите, вспоминаю молочко и тони? Плачет. Кто-то плачет. Кто-то плачет. Кто-то не понял. Кто-то радуется. Кто-то радуется. Кто попробовал? Давайте в чем с простого. Ну то есть еще не все. Я вам завидую тех, которые не подняли эти руки. Потому что для меня это был знак. Я точно такая же, как вы консервативная. Сказания, я не знаю. И тоже с салатской осторожностью отношусь к тому новому, что дает мне жизнь. Но за почти 15 лет работы в компании я поняла, что это то место, где я доверяю компании полностью. И ни разу еще не было, чтобы я разочаровалась в своем доверии. Поэтому я взяла попробовать. Мне повезло, потому что мы проводили обучение для сотрудников в мае. И с мая это средство у меня поселилось. Нам его отдали. Я хочу сказать, что лучше этого ощущения у меня не было. Вот просто одно использование. Меня сбилило со скидкой, сразу все поняла. Все простила. Ухе плакать перестала. Все отлинуло. Только их среди к тому пользуюсь. Потому что оно нереально классной консистенцией. Такое легкое эмульсия. Это эмульсия. При этом оно мало пенится, но оно прекрасно удаляется. Близнение с кожей очень легко. И кожа после него бархатистая, нежная, напитанная. И чтобы вы знали, это результат трех лет исследования компании. Более 30 человек принимало участие в разработке этого продукта. И более 60 формул перебрали, чтобы создать этот смарт-продукт, смарт-очищение. Смарт – это умное, умное очищение. Почему вообще, да, заворачиваться на три года? Потому что по статистике очень плохо продаются тоники. Люди не понимают, что с ними делать. Я знаю, что вы все знаете, понимаете, что вам нравятся эти продукты. Но вы продвинутая аудитория, продвинутые пользователи косметики. В отличие от огромного числа российских женщин, у которых всего два продукта по статистике. Два. Не 12-13, как у кореянок. Не 20, как у японок. Это страны, где есть культ ухоженной кожи. У нас культа нет. У нас был культ декоративной косметики. Все всегда говорили, что если с утра уже накрашенная, причем яркая, это точно русская. Потому что остальные декоративные косметики используют только по случаю. Причем до вечера. У нас мы любим декоративную косметику. Мы знаем ее преимущества, возможность быстро омолодиться и преобразиться. Но еще бы к этому умению декоративно себя приукрасить, добавить регулярного ухода, мы сейчас это делаем. Соответственно, этому нужно учиться. Этому нужно учить. Какие два средства есть друзьям, как вы думаете? Какое-то очищение. И какое-то крем. Какое-то крем, например, для всех вид, и какое-то очищение, которое часто для разных органов. Мы помним нам об этом. Что у нас очень любят совместить. Вот. Абсолютно диалетрально противоположные органы в одном очищающем средстве, не знаю зачем. Вот. Поэтому нам еще здесь работать и работать. Но этот продукт делает женщину красивой. Этот продукт делает вашего клиента лояльнее. А, то есть это стоит вложений. Потому что, как сказала Дарья, к нам пришел тот период, когда мы понимаем, что можем жить дольше, можем выглядеть лучше. То есть я даже когда искала эти картинки, вы посмотрите, там где 55, там уже бабушка нарисована была, да? Сейчас женщина 55, еще розан, цветовый, спустевшийся. То есть мы действительно выглядим моложе, чем наши мамы, наши бабушки в том же возрасте, в котором находимся сейчас мы. И это факт. А можем еще больше, еще лучше. И передать нашим детям это искусство, ухаживать за собой. А где кто-нибудь обращает на ней спонж? Набывайте на бедном товару. Или? Спонж это красивый ритуал. И можно вообще без спонжа и без муслиновой салфеточки. Но можно и со спонжами с салфеточкой, если вы продвинутый, да? Как бы клиент. То есть вы уже сами знаете, для чего эти ритуалы. И готовы инвестировать в себя больше двух минут, получать это удовольствие. Тогда мы можем и на спонж, и муслиновая салфеточка. Остальным можно на влажную кожу, в ручки, да? Разнесли по ладоням, помассировались мыли. Важный нюанс. Если вы ударяете макияжем, то она экстра-фористка. Потому что от дай молодых взвеск не вернет. И в идеале, опять же, да, для нас продвинутый макияж мы снимаем отдельными продуктами. Например, витилярной жидкостью, которая сейчас идет со скидкой за 159 рублей. Дальше мы уже очищаем кожу от быти, грязи, сального секрета и так далее. То есть это должны быть два разных разнесенных продукта для демакияжа и для очищения кожи. Это если говорить про идеалов. Водой смываем обязательно. На слово «тоник» в данном случае внимания не обращаем. Везде, где есть очищающие компоненты, это все долго, на коже оставаться не должно. Сессии. Кто проводит сессии? Вот видно, что мало, потому что вопрос о как мы проводим сессии с ним не прозвучало. Соспит-про также можно? Можно соспит-про использовать. На сессии мы сейчас используем его, но удаляем не водой, а влажными салфетками. Влажные салфетки могут быть абсолютно любые. Но старайтесь покупать такие, которые не сильно ароматизировали, какие-то нол-нэйми, не бросающиеся, как глаза. Точно так же он прекрасно заправляется. Глаза мы не трогаем, кожу очистили, влажные салфетки и остатки украли. И идем в следующий этап. Ну, поскольку вы такие у меня продвинутые и подкованные, и все знаете, вы расскажите же мне, для чего нужна сыворотка. Хорошее слово. Кого активирует? Крем. Крем. Как активирует? Транспортное средство. Перевозит быстрее, да? Можно сказать и так, да. Как активизирует, затем впитывание, проникновение и так далее. Ну что ж, хорошо. А еще. Вот есть там одна маленькая фишечка, которую я надеюсь, вы знаете. Потому что она вообще пошла с нашего филиала и сейчас идет гулять в России. Кто проводит такой мастер-класс на руках с сывороткой, на одну наносит, на другую не наносит. Вот поднял этот человек, который, между прочим, ездил с такой, потому что продавал общество на воду. Конечно, надо знать. Она знает все фишечки для того, чтобы продать много наборов. Посмотрите на нее. Ее зовут Юля. Ей можно все задать. Все вопросы. Шестнадцать наборов. Конечно, она знает эту фишечку. Все-таки можно продать весь набор, даже не проводя дальнейшую сессию. У сывороток есть такой маленький нюанс. Она дает моментально помощь потребителям для того, чтобы они смогли мотивацию использовать средства за день, каждый день для того, чтобы дождаться того момента, когда клетки обновятся и доступят заметное глазу преображения. Ну и разница дневной и ночной? Я вредный клиент, хочу айти. А что нет? Нет дневных на два. Вообще один клиент хочу мать. Какой? Ночной защита. Ночной защитой. Анжелина советует мне ночной. Нет. Нет? Защита? Ага. Ну, так что все правильно. Ну а я подключу айти. Какой вы получаете? Дневной защитой. Дневной защитой. Когда клиент в себя ведет, он хочет ответственность за себя прикинуть на вас. А потом он скажет, я вообще не омолаживаюсь, выпила целое одно средство из целого комплекса. И это вы плохое средство в ее внимании. Вы не должны вестись на манипуляции. Вы знаете много лет, я отвержу один и тот же пример. Одно средство это одежда, это дневной прем. Другое средство это еда, это ночной прем. Выбирайте сами, что вы хотите. Одеть голым, усытым или одеть голым. Без проблем. Выбор за вами. Никогда никому мы ничего не выбираем сами, потому что ответственность за этим образом мы берем на себя. Когда вы что-то разрешаете, вы гарантируете, вы обещаете. Даже для компании. Компания все очень по-жински осторожно пишет в каталогах в инструкции. Когда вы разрешаете, вы берете ответственность за себя. Поэтому не ведемся на провокации. Объясняем для чего, а также человек уже думает сам. Сколько он готов себя инвестировать и что он готов себе дозволить. для каждой проблемы. Плюс у нас еще появилось осветление. У нас есть каждая линейка. И здесь тоже возникает очень важный вопрос. Потому что каждая линейка у нас отличается. Отличается патентованным комплексом, отличается экстракт и столовых клеток в России. Что такое патентованный комплекс? Уникальный. Уникальность. Абсолютно верно. Проверенный. А с чего у вас содержится в этом запатентованном комплексе? Какой? Абсолютно. Практически это секрет. Даже если мы дойдем до августа. Потому что это патент компании. Это коммерческая тайна название. И такое можно найти только у нас. Это этики и по другим причинам. А вот столовые клетки растения, они очень эффективны. И это новая слуха. Они были открыты, когда был такой найден сорт яблока, австрийского. Который, если нанести порез, то яблоки висит на ветке. Этот порез затягивается. То есть очень сильная регенерация. И долгое время использовали только столовые клетки. Конкретно этого сорта яблока. Сейчас вы видите достаточно много разных столовых клеток и других растений. Разница только в том, что, во-первых, невозможно получить синтетическую. То есть мы берем пиамассу, которая под нашим чухим руководством она размножается и мы ее, собственно, уже добавляем в крем. Но это не синтетически полученный пиамасс. Исключительно натуральный компонент. Я не могу. Он показывал в институте Олидермы, показывал, как они выглядят. Так выглядит на масса. Вы с этой тоже сталкивались. Когда к вам приходит гость и просит у вас цветок. Ударит рост сам. Ударит в тулю. Вот мы от мамы в тех местах, где как раз у нас много столовых клеток для того, чтобы растение, которое дало рост, прижилось. Могло расти от этого маленького кусочка. Это за счет стволовых клеток растений. И в каждом комплексе у нас свои стволовые клетки этих растений. Это бешеный повод для гордости, потому что это очень-очень дорого и очень деструктивно. И вы дошли до очень важного вопроса, для чего же нужно знать ингредиенты, компоненты, состав. Я слайд этот доставила когда-то. Когда мне стали спрашивать, я рассказываю про навлечь про каждую серию. Практически как сейчас. Вот здесь вот такая спинтонная формула. Вот такие стволовые клетки растений. Мне все киваю. А для чего? Ну для чего знать, какие там стволовые клетки растений? Ну как вы думаете, для чего нужно знать, какие компоненты? Я даже не прошу вас разложить. Мы не химики, минериологи, но ключевые. Которые на слуху сейчас. Компания всегда в тренде. И предназначает, что очень востребованные нужно. Почему нужно знать? Я очень чувствовала себя на уме. Такое не слышала еще. Это красиво звучит. Это добавляет нам профессионализма. Принято. 5 баллов. Еще. Для чего вам утверждать себя? Да, еще одно. Такого тоже никто не говорил. Я скажу сама. Это отвлекает от эскеймера и вообще проблемы с создательством, с новоумием. Потому что чем больше мы учим и узнаем нового, тем дальше мы от этих проблем. Поэтому стихи любят компоненты. Клиенты могут спросить. Клиенты могут спросить. Клиенты могут спросить. Умница. На самом деле мы сейчас живем в период, который мы называем время умного клиента. Продвинутого клиента. Интернет дает возможность любому, любой бабушке в глубинке, любой девушке тоже будут из очень дальнего региона, зайти в интернет и спросить в группу. И группу ей выдаст огромное количество разной информации. Она что-то поймет, что-то лит, где-то сильно испугается и принесет это к вам. И сбросит. А вы тут другое плыв. А что у нас содержится? Для них то, что вы и не знаете. Поэтому можно зайти на сайт, в любой продукт и увидеть состав, ингредиенты. Я бы сравнивала с нашими конкурентами. Я бы хотела на сайт, очень мало компаний косметических предлагают какую-то полную раскладку компонентного состава. Понятно, что они в процентах. Но мы не скрываем ничего. Все абсолютно официально. И действительно, для того, чтобы работать с таким клиентом, нужно самому больше знать. Нужно знать, но невозможно знать все. Я не требую от вас, чтобы вы знали Лориаль, Леймон, Фабергейт. Невозможно быть экспертом везде. Вы все время потратите на экспертность. У вас не останется времени на инкрутирование, если вы пришли сюда не просто узнать о косметике, а заниматься медицином. Надо знать о нашей продукции. И даже не все, а ключевой, цинус, выжимком. То есть мы никогда вам не даем никаких простых непонятного состава. Один, два, один, два. Это реально. Запомните. И это тоже про клиентов. Когда клиент приходит в столовую, у него есть деньги, определенную сумму. Узнает, сколько он готов накрадить на обед. И он может выбрать себе овощной супчик без ниснового бульона. Наводив 30 рублей, цена вопроса. Он знает, что 30 рублей его. Вот супчик в нем. Вода, овощи. Ну, как бы дешево. Если у него больше суммы, и он всего больше любит, он знает, что вот за 60 рублей он может взять суп с фрикадельками. Почему 60, а не 30? Потому что есть фрикадельками. Чем дороже компоненты, входящие в состав, тем выше цена продукта. Но мы хотим узнать, да, что за компоненты, как увеличивают стоимость продукта. Что это не оптимал и совсем не лавнейчер. Правда же? Лавнейчер. Вот это оптимал, а вот это лавнейчер. Самый дорогой супчик с морепродуктами, да, с легкоусвояемыми протеинами, да, свежайший, с шикарничьими какими-то семенами чеа. Это новое слово в моей капитании. Вот. То есть это самые лучшие компоненты, самое дорогое сырье. Если вы хотите это вложить в себя, вот у нас есть что вам предложить, да. То есть как компания, да, мы можем расстрелить девочке, которая выросла, да. Мы уже выросли из шведских растений. Они наша гордость и наше наследие. Но у нас есть ключ. Мы предлагаем то, что является последним словом вообще в целом в косметологии, в косметике для домашнего года. И давайте же про важную серию, когда вспомним. Вдруг я вот напрасно на вас клещу, и вы вообще сейчас не вам все расскажете. Первая серия в голубом дизайне. Как называется? Для чего-нибудь? Трубер фешен. Я тогда отставила. Отлично. Я тоже совсем недавно узнала, что правильно все-таки осаи. Мне с тобой очень некомфортно это говорить, но вы, по крайней мере, должны знать, что это так. Ягодь осаи. Вот, да. Это, да, половые ветки ягодь осаи и персидская шоковая акция. Это дипломный комплекс. Для какой кожи? Для чего? Кому? Какой результат? Трубер фешен. Увлажнение. Борьба с тусклостью. Что касается возраста, я бы не советовала с этого начинать. Почему? Увлажнение. Потому что мне 40 лет. Я летом люблю серию Купер фешен. В остальное время года я люблю серию Акция Мэкли. Если вы мне скажете с самого начала, я еще не знаю, когда кто-то попробовал на себе, что это 25 лет, мне не 25. Я это прекрасно понимаю. Я вижу, что это слабая серия для меня. А если мы хотим говорить, с какими проблемами справляется, я могу ее вполне себе выбрать, потому что это то, что мне интересно в летний период. Сиянь и увлажнение. Даже при моих преклонах 40. Почему нет? А если сразу обрубить возраст, ставьте этот документ. Мы знаем рекомендации. Они нужны для новичка, чтобы вообще в целом работать с этой категорией. Но для нас это не на первом месте при рекомендациях к нашему клиенту. Что получит женщина, когда мы дадим ей эту серию? Умница. Она была на семинаре Светлана Назарова. Это эффект высохшегося лица. Абсолютно верно. То есть это борьба с детоксом. С суетой и стрессом большого города. С неправильным образом жизни при еще достаточно благополучной коже. Логично с нее начинать, когда других особых жалоб нет. Потому что мы знаем точно, что в этом возрасте уже есть как минимум неровность, тусклость и обезвоженность. Да. Все верно. Я с вами полностью, друзья, согласна. Следующая серия зеленый дизайн. Серия коллаген. Содержится в серии коллаген, я слышала, что это очень полезно. Белок, три кептид технологии. Коллаген содержится? Нет, я думаю, что? коллаген, я вам показывала эту молекулу для чего, три слоя, скрученная, она не пролезет, просто не пролезет, это коммерческий ход, который используют многие косметические компании, из-за того, что коллаген, как бы мы знаем, что это полезно, но оно туда просто, это как, знаете, толстый кишечник, а нужно фронт, это то же самое, оно туда просто не просочится, ляжет, распластается, и все, вся польза от этого, нет, у нас три пептик технологии, пептили это тоже белки, но они очень маленькие, маленькие, шустрые, подвижные, проникают глубже, здесь свои нюансы, это только накопление, то есть пептиды не могут долго и держаться, должна быть эта косметика в ежедневном применении, утром и вечером, тогда мы заметим эффект оболаживающего пептида, это сейчас новая слоу, косметология очень модный компонент, а у нас используется не один какой-то пептид, а три пептида, три пептидная технология в одной формуле, это пептиды дрожжей, риса, нет, пшеница, три пептида, и уникальность в том, нет, сои не содержатся, уникальность в том, что разные компании используют, у кого-то есть пшеница пептид, у кого-то рожа, у кого-то рис, но мы были первыми, которые вытянили, есть три пептида в один комплекс, то есть это три богатыря, один очень сильный, каждый сам по себе очень сильный, а втроем они просто непредитивны, три самых сильных пептида, которые дают очень хороший стимулирующий эффект, помогая выработку, усиливая выработку коллагена, то есть коллаген здесь есть только с привязкой, что пептиды усиливают выработку, стимулируют, то есть самого коллагена не задержится в нашей продукции вообще ни в одном времени, то есть мы не используем никаких легких коммерческих путей, мы используем качественные, проверенные материалы. Что еще, какие сколовные клетки? Семейство паспленовых, абсолютно верно. Али Макон рассказывал про этот компонент, что хотели бы взять такой компонент, которого нет конкурентов, изучили все вдоль и поперек, что есть у конкурентов, и нашли такое невысокое растение, семейство паспленовых, где-то в Северном Америке, и были потрясены спецэктом, которые давали сколовые клетки, насколько они усиливали выработку коллагена и эластин. То есть это редкий компонент, у которого нет конкурентов и других косметических компаний, да, словые клетки семейства паспленовых. Кому рекомендуем и что получит женщина? Кому рекомендуем? Ну, кто пользуется коллагеном? В первом общении 33% эффективность. Ну, правильно уже слово первое. В принципе, если морщики, то это только экологен серия. Да, 33% то есть ластика, которая разглаживает кожу, на 33% за 3 месяца. Но она не становится пыльно-девственного. Гладкая, вы видите ли из бумаги, да? Морщины менее заметны, становятся менее глубокими. Да, что такое заметная морщина? Глубокая, темная всегда, так выглядит углубление. Чем он больше разглаживает, тем меньше мы глазом за это цепляемся. Ну, кому? Кто для себя выбрали серию коллаген? Очень хорошо. То есть, почему вы ее выбрали для себя? Вы ставите, что идет еще в 70 лет. Повозит плотность кожи. Повозит плотность кожи. Ну, это не самое логичное. Укрогость. Все-таки первое, что должно сподвигнуть, это морщины. Желание бороться с морщинами. Поэтому это самая правильная категория, да? Самая правильная серия, это тем, что сухая кожа, которые стареют мелкоморщинистым, которые хотят с морщинами бороться. То есть, это будет самый правильный выбор, если беспокоят морщины. Если хотите плотность, укрогость, вам в другую дверь. Алтиметрит. Алтиметрит, абсолютно верно. Не по возрасту, просто алтиметрит. Что значит не по возрасту? Если мы не будем упираться в 25, 35, 45, то, да, это 40. То есть плюс-минус 3 года, которые из металлического представления абсолютно нормально. То есть, если я алтиметрит начала пользоваться в 37 лет, когда вышла из дегрита, то не важно, что шея, как курица из магазина, какая-то мертвая, топичная, тянется за рукой. То есть, это был первый знак того, что что-то уже пошло не так. Поэтому 37, 38, 37 не нужно ждать, пока часы пробьют ровно. 12, вам исполнится 40. Это жесты, накопите серию алтиметрит. Да? Это жесты, это жесты, это жесты, это жесты, это жесты, это жесты. Экологен-лайт хороша, это лето, когда любая кожа становится более жирной, да, и это легкая сестра. А если не подошла, это не подошла? Если не подошла, это должна подойти другая. Ну, бывает. Смотря в чем не подошла, это очень простран. Там, в одни подраться спатье, там, плохо села, рост не тут. Условь здесь тоже нужно понимать, чем она не подошла, а что не так? Здесь могут быть совершенно разные причины. Не отшелушивайте, много наносите. Использовали летом, когда кожа чуть более жирная, дайте второй шанс, начиная с осени. Ну, тут много разных причин может быть. Попробуйте другую, однозначно. Вообще, в принципе, рекомендуют специалисты, наши эксперты, иметь две серии. Одну, как самую любимую, это постоянно на основе. Другую для счет давания, которую можно, ну, по определенным симптомам. Например, для большинства россиян, у которых, да, 70% это жирный комбинированный тип, да, то есть подходит серия «Алтимэтит». Почему мы на ней проводимся, если она самая подходящая, для большинства наших дам, потому что мы, большинство из нас, стареют информационно. И вот в такой случае, например, серия «Экологи» может быть, вот, там, периодически, а серия «Выкрытия» к животным летом. Или серия «Пегментации» тоже может быть, для того, чтобы как-то мозги побороться с фигментом. Основная одна, какая-то эпизодическая. Ну, и давайте про «Алтюэйдлифт», что мы знаем? «Будлея давит», «Головые клетки», «Будлея давит», да, абсолютно верно. «Головые клетки», «Будлея давит», да. «Запазентованная технология «Аспартолит». Кому предлагают, что делают? Остальные поняли, да, что, как бы, ваш суть не катался? Вы не знаете компонентов, люди не поймут, почему они должны платить за эту серию дороже, чем за серию «Коллоген». Да, а еще дороже, чем за серию «Копердикшен», совсем дорого, в сравнении с «Лоб Нейча» или даже «Обоспанс». Правда? Почему они должны купить это, а не вот это? Приплатить. Потому что запатентованный комплекс – это то, чего не встречаешь в других компаниях. Потому что «Своловые клетки» – это то, чего не встречаешь во многих компаниях, потому что это очень дорого, да. А у нас они есть. Здесь вот такие, вот такие. Спектр хотя бы действия, да. Кому активно действовать предлагаем? Тому, кому нужно подтянуть. Здесь нам подсказка, слово «лифт». Нужно увеличить плотность, подтянуть кожу, да. Тяга, тяга. Лифт вверх. Лифт вверх, да. Желательно, конечно. Чтобы лифт шел вверх. Все верно. А что получит женщина? Какую-то кругу и красивую. Когда? Когда ее отбежат? Четвертая неделя, первые признаки. А через месяц мы увидим улучшение? Через минуту. А через три месяца? Через три будет даже 70%. Вы вообще рекомендует, да. На 70% кожа станет более упругой. Люди любят конкретику, да. Когда, что... Ну, я прощу деньги. Вы же когда покупаете холодильник, вы же интересуетесь вообще, что он у нас? Сколько морозил будет? Сколько его вообще? Гарантийный срок, да. Это детали, которые нужны. Мы же с вами все здесь работаем, да. Я же не справлюсь с вас про молодежи. Я справлюсь с вас про серию. Которую большинство вас используют и любят даже. Потому что мы доверяем компании. А клиент приходит, он... У него есть выбор. Многие, как вам. Он еще не видит бизнес-возможности. Он не понимает, почему он должен купить именно здесь. А мы знаем преимущества. Они у нас есть. Мы об этом много говорим. Вот она уже, великолепная серия. Через три месяца упругость, да, как бы донус на 70% выше. И сейчас еще много в интернете уже фотографий будет после. Это была очень классная масса акция. Помните, когда нужно было каждый день себя фотографировать и использовать комплексный уход? Чтобы через три месяца пересмотреть фото, у нас же, знаете, выражение лицом по лицу, лица не видать. Мы не видим таких небольших перемен. Никто не говорит, что у вас притянется из-за уши само, да. Как бы прищепка, или когда вы связали тупую косу. Нет. Это сложно. Косметика вот с такой тяжестью, да, очень сложно справляется и не справится полностью. Поэтому чем раньше, тем лучше, тем меньше жира, тем подтянутся и кожа. Соответственно, все равно нужно знать, как это работает. Поэтому это круто, когда вы увидите до, да, как это было, и как это стало после. Ну, плюс комплименты. Многие пишут, что стали слышать комплименты от друзей или от знакомых, с которыми какое-то время не виделись. Серия «Тайных Христула». Что это за серия? Кому? Для чего? Женщины. Живут женщины. Женщины, например, в период гормональных изменений. Почему? Как тут привязаны гормоны? Замедляются клетки. Кожа гормонов зависимого органа. Меньше женосимых гормонов, хуже выглядит так. И здесь состав косметики нацелен на то, чтобы дать дополнительный стимул кожи, вырабатывать коллагенолостит, бороться с фигментацией, влиять на количество галоноцитов, выделяющих пигмент, да, уменьшать его. Плюс здесь есть столовые клетки. Чего? Ну, не понимаю я, ладно. Давайте, пожалуйста. Подорожный. Правильно. Планцерлист. Абсолютно верно. И, несмотря на простенькое звучание, да, и нашу простую связь с подорожным храмом коленка в детстве, да, на самом деле это прекрасный компонент, который борется с отечностью, да, дает дренажный эффект, унишает, да, как бы застоит жидкости в организме, и также борется с фигментацией. То есть очень ценность половой клетки для Эдисеи. А качество запатентованного комплекса это? Гивостеинсои. Что он делает? Гивостеинсои. Так, что происходит? Кто-то схожий. Психинируется, так устала. Психинируется. Так, да, она активнее, да, функционирует, выглядит лучше, эстетичнее, меньше, стареет, несмотря на то, что начинается период ровгасания организма. Кому рекомендую? Ну, примерно после 55-ти, да, смотрим на лицо, видим много проблем сразу, потому что это было разным сферам. Здесь заметили, да, что была тусклость, безвоженность, морщины, потеря упругости, а здесь вот так, пигмент, морщины, тусклость, а безвоженность, сухость, все, все, вот тогда мы эту серию смело предлагаем. И новая серия, еще один вид суха в нашем мире, да, пигментации. На самом деле 60% женщин после 30 лет, всего лишь после 30 лет уже имеют проблемы с пигментацией. И я не буду вам искать извержения целого отдельного тренинга, да, по поводу пигментации. Мы можем смотреть на YouTube-канале, он был. Ну, давайте компонент этой серии вспомним. Что здесь? Как она вообще называется? Серия, как она называется? Кроме не написала я, поэтому все еще раньше. Брать савлайн, да, давайте будем правильно произносить, поэтому лучше переспрашивать, ну, знать, что вы хорошо производите, брать савлайн, называется эта серия. Если перевести с английского, это будет такой, ну, очень чистое до сияния, сияюще чистое, ну, как бы, да, мы читали по страдающей пигментации, таким же сияющим и чистым. И запазентованный комплекс мультиграмм, да, то есть тоже связанный с осветлением. И здесь идет дикарбоновая кислота плюс экстракт чана. Два сильных компонента мы объединили в наш дозитованный комплекс. И 6 лет исследований этой серии, 6 лет поисков компонентов дали нам уверенность, что это будет сильнее, чем очень сейчас известный борцы спигментаций, такие как арбутин, витамин С, ну, сильнее сильных, да, скажем так. За 3 месяца регулярного использования на 50% уменьшается выраженность спигментации. Это тот необходимый минимум, который мы про эту серию должны знать. И стволовые клетки, картинки, что-то им. Да, это антивозрастной компонент, который помогает этой серии рекомендовать для львового возраста. То есть это еще антивозрастная нагрузка, стимуляция вывода и половина холостинового опуха, абсолютно верно. Ну, и как для другого человека, который увлекается уходом за собой, да, должно быть что-то еще кроме базы, кроме комплексного ухода, кроме того, что мы считаем основным, да, в нашем минимуме. Иногда кожа нужен десерт, да, он не нужен нам, но хочется, хочется кожи. В зависимости от того, что это, может быть, какая-то ситуация, да, там, завтра важное мероприятие, хотите выйти еще лучше. Перепады температуры, да, взглядом солнца, хочется еще что-то, помимо базового ухода, для защиты. Ну, то есть много в жизни таких моментов, когда нужно что-то еще, и у нас это очень хорошо, что у нас расширяется линейка того, что мы предлагаем помимо комплексного ухода, потому что женщин все больше интересующихся тем ухода за собой, желающих увидеть молодо своими силами. И много фотографий в интернете, когда женщины с гордостью говорят, что там, мне 45, мне 50, во мне нет ни одной инъекции, и это все своими нормами. Это действительно серьезный повод для гордости. Клинический, обновляющий пилинг для лица, это новинки, следующий вот эталонограф, да, это пилинг для еженедельного использования и курсового регулятора, это альтернатива скрам, то есть скрам, да, отшелушивает, здесь идет химическое растворение благодаря кислотам. Кислоты АХ-группы, это глиполевая кислота, и БХА, это салициловая кислота, которая особенно хороша, если кожа с повышенным салоотделением, потому что это жидно-растворимая кислота, она очень хорошо проникает в поле кислой кожи, то есть при комбинированной, жирной, при углевых испаниках, и БХА с черными точками, то есть очень хороший, классный продукт, один-два раза в неделю, и смело можно пользоваться. Но, разнося по времени, если есть скраб, то пилинг на другой день, да, то есть не одно, как бы, одно на другое не наслаивай, чтобы не вызвать истерику или чувствительность в вашей коже. Для любого возраста? Для любого возраста, без каких-либо возрастных рекомендаций. А ну, как фазы пилин, прорубочек, и этот пилин? Разные кислоты в том, у нас, что у нас, какие кислоты? Молочная и гликолевая, да, как бы, для, подходит даже для чувствительной кожи, для зрелой кожи, для возрастной кожи, то есть там спектр, да, это все-таки омоложение по многому, да, курсовое использование, один раз в неделю, ампула и нейтрализатор, то есть и больше ритуальностей, да, то есть уже прям для серьезных, продвинутых, омолаживающихся в семье, а здесь просто, легко, доступно, навезли на чистую кожу, подержали порядка 15-20 минут, смыли водой, без всяких нейтрализаторов, и дальше идем по схеме своего приличного ухода. Проще, дешевле, можно для комбинированной жирной, потому что сельциловая особенно хороша для борьбы с высыпанием, с забитыми горами, ну, они просто разные. А почему убрали тот скраб? Это же два раза. А его не убрали, тот или тот, который остается, остается. Да, верно. Розовый остается, там абразивные, да, абразивные частички, то есть это тоже хорошо, но, например, кто-то любит только кислоты. То есть здесь уже мы начинаем расширять вилю блюда, которые мы предлагаем в нашем ресторане, у нас сегодня пищевые ассоциации, да. Двух фасты можно брать на это время, так, разные кислоты по-другому будут действовать, и в это время убирать только, конечно. То есть одно другое не замещает, можно постоянно одним, потом курсом брать на другой. То есть это проще. Все, его понимание, да, куда этот продукт в рутину вставить. Конечно, просто покраснений. Здесь я думаю, что нужно сказать ура, потому что купероз это очень распространенная проблема, и здесь у нас все лучшее из того, что может дараться с куперозом. Да, японский каштан, и анника, или экстракт плюща. То есть очень много таких растений, которые способствуют укреплению сосудистой сетки, обещают моментальное снятие дискомфорта, да, покраснение, и этот эффект будет тем больше, чем чаще мы будем использовать этот крем. Используется он в последний момент, завершающий шаг рутины. То есть после дневного крема наносим крем от пупироза. И только потом начинаем декоративный макияж. Вечером, после ночного крема наносим крем против пупироза. То есть это последний, то есть не замещает какой-то из кремов, а используется поверх него. Он не вечерний, и дневной? И вечерний, и дневной. А то что он с тональным эффектом? А? Да, он с тональным эффектом для того, чтобы дать еще не было маскировку, когда покраснения, которые, ну, у некоторых и 2,2 представлены, но у некоторых очень сильно. То есть разная, да, степень эластичности сосудов, но чем, если уже появились сосудистые звездочки, они даже только усугубляются, к сожалению. Здесь еще много разных причин. Это и солнце активное, перепады температуры, и вредные привычки, и алкоголь, табак, все это улучшает состояние стена, делает это менее эластичное. А маска, это не человек, он и маска? То есть, когда маска? Тогда не он, да. Что-то совсем, ну, можно даже пойти по пути корейских женщин и попробовать маской и все закрыть. Ну, я бы, кстати, все думаю, что, в принципе, можно так бы, по-четыре тела. А цветут ткани, ребята. Из чувства выполненного тонка. Вот, это совсем еще новый продукт. Если вы про прошлый знаете, он в следующей каталоге прошлые два, то это будет честь. До того, в шестнадцатом. Это будет увлажняющая эссенция. Здесь мы снова вспоминаем маску, потому что эссенции пришли именно так же, когда начали маску, собственно, пришли с азиатского рынка. Да, то есть, так называемая «клабьюти», то есть, тариабьюти. И эссенции – это очень хорошие такие композиции с увлажняющими компонентами, которые имеют более пустующую ассистенцию, нежели просто тоник. Но это прекрасная замена альтернативы тоникам, по которым вы сейчас начали страдать. И я это вижу в чате, потому что спрашивают, кто еще. Вы хотите тонизирование дополнительного увлажнения? Вот вам замечательная увлажняющая эссенция. Очень хорошо увлажняет за счет морского компонента. Не пятик, нет. Морской бибиотик. Да. Вместо тоника. Конечно. Перед сывороткой, после очищающего гельтоника. Гельтоника мы мылись, лицо промахнули, эссенцию нанесли, дальше сыворотка, прям для век. Можно наносить таларный киск. Мне очень нравится эссенция наносить. Вообще у азиатов есть метод синие слоевки. Ну на все слоевки я никогда не пахаю. Это как-то тоник. Я любила наш вот так вот наносить, который был сериал темный глик, густой, который был увлажняющий. На ладони и хлопковым массажем вот так вот мы его вбиваем. Ну, конечно, жалей себя, но врусбой не сильно. Вот. Вбили шея, декольте, лицо. Вообще очень хорошее выражение, что девочке нужно с молодых ногтей говорить, что ее весо начинается вот здесь. Чтобы именно вот так происходил уход, не забывались про эти ционы, которые тоже нужно использовать. Вот. И корейцы наносит раз в этап. Да, следующий этап. Опять, они очень, видимо, фактически выдержанные люди. Я дальше трех слоев не захотела. Мне было достаточно уже и увлажнение всего. Ай, и время было на исходе. Можно вот таким образом будет больше расход, но лучше увлажнение. И вы сами увидите иногда, например, в очень жаркие ночи, может быть, этого даже недостаточно, или это будет аналогично увлажняющей маске. Можно пропитывать нашу тканевую маску. Причем нет излишнего результата. То есть, тоже шикарная вещь, которую мы очень-очень ждем. Ну и два продукта. Напомню о том, что сейчас для них особенно самое время, когда не всегда, в принципе, время, но у нас сейчас обещают, что в следующей неделе уже не так солнечно, не так жарко. Достаем пилинги, да, из своего закажника или делаем заказ, потому что осень, зима, начало застоит, это время пилинга. Когда мы осветляем, омолаживаем, усиливаем регенерацию, ускоряем плеточный обмен. И делаем это мягко, не так травматично и агрессивно, как это делается в салоне, когда слезают много слоев, когда нет возможности выйти на работу, потому что ты неэстетично выглядишь. Когда остаются потом, и пигмент цепляется, и остаются новые куперозные сеточки. Это все небезопасно. Лучше, мягко, не так результативно, не так заметно. Это будет как после, да, такого обложения агрессивного в салоне. Лучше это делать в домашних условиях. И здесь действительно это тоже обложение, но только это будет мягко, делегатно, постепенно. Просто вы будете выглядеть в положении своего возраста, и будете получать документы, потому что вы выглядите очень хорошо, ухоженно и смешно. Вот, собственно, все, друзья. Да, пожалуйста, отлично работаю вам. Спасибо. Мы пилинг не используем в сессиях вообще. Ни пилинг, ни увлажняющей маски, ничего, кроме вот этих четырех шагов, этих продуктов. Почему? Купят пилинг, уйдут с одним пилингом. То есть, когда можно какой-то продукт купить один, да, когда он отдельно идет от рутины, можно же не каждый день, да, использовать все маски, не каждый день, и скрапки каждый день. Можно уйти с этим продуктом, но за счет одного пилинга ты красивой вот не станешь, правда же? То есть, это может быть какие-то мастер-классы, может сделать какие-то ознакомительные, но лучше на пилингах ничего не проводить демонстрационного. Это все-таки, ну, нужно, чтобы это были домашние условия, да, определенная стерильность требуется, да, и не каждый кожан подойдет. Мы стараемся показывать наглядно, демонстрировать то, что подойдет практически 99% женщин, не вызовет аллергию и не испугает остальных забравшихся гостей. Поэтому пилинги, они уже читают, вы можете сказать, что есть такой продукт, и объяснить, как он действует. А попробовать его нужно в домашних условиях. И еще один вопрос о внутреннем клинике, в астропе, в астропе, в астропе, в астропе, в астропе, в астропе. А при этом восстанавливаются наши сеточки, а если она восстановится? Сеточку восстановить практически невозможно назад, к сожалению. Даже метод удаления лазера выдают, например, 100%, а в астропе вечного результата. А можно они возвращаются и укрепляются снова. Здесь нужно пересмотреть танец, здесь нужно пересмотреть... Просто не усугублять, да? Это для нас тревожный сигнал, что это будет продолжаться, развиваться, да? То есть вы знаете, как выглядит кожа, когда она хватит, когда вся вот эти вот, да, получили лапки красного цвета. То есть это нужно уменьшить горячее холодное, чтобы не было резких контрастов. Пищевое поведение, уход за собой, укреплять сосуды внутри, причем, да, и снаружи, такими вот кремами. Я пишу вам, как же во-первых, сегодня было вопрос о фипирозах. Какую серию у вас на новую рекордору? Как на основном можно? Из-за того, что вы сегодня услышали, то я сказала, что чаще всего комбинированный жирный и деформационное старение идет немного в другом, с куперозом. Поэтому какая серия? Палтикатив. Палтикатив. Плюс... Это очень чудесный прям. Плюс не умывайся слишком горячей, не используй стравы, агрессивы. Вообще все, что вызывает приток крови в лицу, это нужно избегать или генисировать. А маска? И маска вызывает. Да. Вот смотреть, насколько запущенный купероз. То есть взвешивать поиску, которую может дать продукт, давать и отсутствие этого продукта в вашей русской. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ